Заместитель главы Сергей Козлов напомнил, что 19 января праздник Святого Крещения. И в первую очередь он должен пройти безопасно. В Анапе три места, специально оборудованные для купания. Пляж Малая Бухта, центральный пляж Анапы на улице Гребенская и центральный пляж Станицы Благовещенской. Там будут дежурить отряды спасателей, медиков и полиции. Все остальные, не оборудованные для купания места, должны быть под запретом. Также в связи с гибелью детей в Тимошевском районе сельским главам необходимо взять на жёсткий контроль образования ледостава на водоёмах и организовать профилактические меры по предотвращению любых возможных инцидентов. Есть водоёмы, где ещё лёд, где возможно катание детей и взрослых в том числе по этому льду. Поэтому тоже отшлаги должны стоять. И контроль, жесточайший контроль. Продолжая тему Тимошевской трагедии, замглавы Анапы Людмила Мурашова доложила, что разъяснительные беседы уже проведены со школьниками и педагогами. Но особое внимание также нужно уделить и работе с родителями. Ещё одна тема планёрки – качество питания в школах и детских садах. Первый замглавы Анжелика Бузунова обратилась к Людмиле Мурашовой с просьбой проанализировать, с какими поставщиками анапские учреждения образования заключают прямые договора по поставке молочной продукции. Хотела, чтобы вы провели анализ включённых прямых договоров на поставку молочной продукции в детские сады и в школы. Наши дети должны есть нашу продукцию, ту, которую мы не уверены, чистую продукцию. Поэтому посмотрите. Должны все понимать, что здоровье – это прежде всего. В Анапе будет увеличено количество ярмарок привозов. Теперь фермерская сельхозпродукция будет реализовываться дополнительно ещё в четырёх точках. Площадки – это Гастагаевская, Хутор Красный, Станица Анапская и Город. Главам сельских округов я попрошу отработать с управлением сельского хозяйства. Есть там площадки спорные, управление ОГУ, предлагает улицу глава округов. Я вас попрошу пригласить руководителей ТОСов провести совместное совещание и сделать уже окончательный выбор по площадке, чтобы мы смогли дальше организовать эту работу. До конца недели данную работу провести и до 1 февраля уже подготовить эти площадки, чтобы ярмарки начали работать с 1 февраля. Ещё одна актуальная тема – борьба с несанкционированными свалками. Работа по их ликвидации начнётся на этой неделе. Если у земельного участка есть собственник, муниципальный контроль составит на него протокол. К работе также будут привлечены хозяйствующие субъекты, допустившие захламление территории.